Песня «Священная власть» 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 Так теперь будет звучать новая версия гимна России. Исполнить главную песню страны Министерство обороны пригласило популярных артистов. Игорь Николаев, Алсу, Олег Газманов, Дина Гарипова и другие Совместно с солистами краснознаменного академического ансамбля имени Александрова Записали первый пробный вариант. Не бывает лучшему хору по версии Минобороны и без еще одного голоса. Я думаю, что он какую-нибудь краску, яркую краску внесет в это шикарное произведение. Святое произведение, которое нужно, чтобы оно воплощалось в молодых голосах. Не остался в стороне и главный фигурант последних новостных сводок, певец Витас. Несмотря на свои украинские корни, он испытывает особо трепетные чувства по отношению к России. Для меня большая честь и большая гордость сегодня участвовать в этом процессе. И я надеюсь, что даже мои внуки теперь будут мной гордиться. Гимн запишут в двух версиях. Современный и традиционный. Классический вариант, как и прежде, исполнит академический ансамбль имени Александрова. А в так называемом музыкальном варианте к оркестру присоединятся эстрадные исполнители. Кстати, петь со звездами военные не боятся. Они даже готовы исправить ошибки своих новых коллег. У нас у самих очень сильные голоса. И мы все равно выровняем все это. Если куда-то не туда пойдем, выровняем. Вернем. Запись гимна России продлится целый месяц. В течение этого времени его исполнят многие другие звезды эстрады. Ну а потом все голоса соединят воедино. Всего около 30 артистов. Те, кто не смог приехать сегодня, например, Стас Михайлов, Анжелика Варум и Леонид Агутин, они сейчас на гастролях, запишутся чуть позже. Ну а все вместе артисты исполнят обновленный вариант гимна 4 октября на юбилейном концерте ансамбля имени Александрова в Кремлевском дворце.